Интересную картину можно наблюдать этой зимой в районе реки Купеленки. Обычно с наступлением холодов водоплавающие птицы улетают в теплые края. Но в этом году, видно, утки облюбовали местную речку. Морозы птицам не страшны при условии, если они будут сыты, говорят специалисты. Поэтому очень хорошо, что у горожан есть привычка подкармливать пернатых. Если бы не эта помощь, то вряд ли зимовало бы столько уток. Их инстинкт перелета притупляется при достаточном количестве еды. Но хлебом предупреждают ветврачи, кормить птиц не рекомендуется. Тот хлеб, который у нас продается в магазине, который мы с вами поедаем, он для птицы очень, значит, с одной стороны и вреден, и он, птица, он не переваривается. Птица, значит, по своей сущности, у нее мускулистый желудок. Значит, она должна, значит, поедать, является кормом для нее грубое зерно. Поэтому лучше подкармливать уток, к примеру, пшеном. Также всем необходимым для жизни могут обеспечить птиц пруды, озера и реки. Призноводные пернаты питаются растениями и водными животными. Не холод, а голод заставляет их отправляться в дальние путешествия. В Ленинский район насчитывает более 12 прудов. Пруды немаленькие, пруды чистые. Они привлекают как раз птицу. Привлекает ее то, что в этом месте незамерзающих купель, возможно, там есть мелкая рыбешка, есть водоросли, которые с удовольствием поедают водоплавящие птицы. Загрязнение водоема в этой местности, оно не представляет ни вреда для здоровья птицы, никаких осложнений с точки зрения для самого водоема. Из года в год за здоровьем пернатых следят ветеринарные учреждения. Они проводят мониторинги, отбираются водоплавающие птицы, которых проверяют на ряд заболеваний. Птица у нас тоже может болеть, естественно, и по старости может погибать. Мы отбираем тут же на мониторинговые исследования, исследуется на нагре птиц, орнитоз, ну и ряд других болезней. Но за последние 10 лет в Ленинском районе какие-либо болезни зарегистрированы не были.